так сегодня 9 сентября субботнее утро на улице стоит туман густой может метров за 150 200 уже ничего не видно может больше вот с утра мы решили поработать как обычно перед баней чтоб не зря ели вот каждый вина тихон еще занят шкурением столбушков для козликов брат володя хотел это пояснить брат можно поясни пожалуйста жалко дрова все-таки не один год есть разные способы кто хвалит именно на земле только то есть кому-то нравится я колол скажу что сама начала когда колокол по моему дрова еще в будущем ура лежу колу на земле тоже на спина сильно уставала поясница район поясницы на постоянном наклонку и утром даже приходилось что даже перекатом вставал костей то есть не мог даже согнуться надужил в поясницу вот потом посоветовали на чурки то есть на чурки стал колоть да тут твердое основание это уже поляна так сильно не подпрыгивает чуркой хорошо раскалывается но такие вот я обычно откладываю может там таким бензопилой реки распилим в интернете увидел ролик как они показывали поколят с помощью покрышки ну вот я решил проверить тоже работает или не работает тут конечно не каждая чурка войдет ну по крайней мере некоторые вот такие вот небольшие думать этому в домашних условиях это можно делать если будет где-то по найму шины конечно не натаскаешься я можно было их в принципе с ней тоже то есть в чем плюс что ты не берешь за каждым поленом все то есть выкинул этот способ работает вот и все большие уже сложнее считай если объем будет конечно она или шину шире или колоть уже на чурки только когда расколешь когда это ну вот практику показал что можно пользоваться этим способом все слава христу слава христу вот сколько наложили то уже за время вторая елка началась у нас раньше туда клали поленица вот так вот вот с этой стороны можно дойти посмотри 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 вот кладем лестницу одна вторая третья четвертая там кажется пятое надо забивать коле а я был в горах они вот так вот кладут ну видимо с лестница они у них повыше я тут сделал да не могу достать вчера сделал пониже но ее маленько надо оттягивать теперь между ними расстояние остается там пустота два круга то пустота а у нас дерево то такое прямо никудышная круглая там такими кругами все с ним делать и положишь поленица то а между ними то пространство я теперь просто забрасываю его и все у меня сейчас плохой просто нету материал то неплохой любой вот она и подошел туда сразу раз между ними кинула верхний ряд уложил уже как-то тоже маленько начинаем что-то менять вчера смотрели мы дровокол ну не дровокол дроворез он не колет вот это колет а тот режет режет механически вот там режь какая я вот туда раз вон она между ними то посмотри там как все а вот одна поленица вот это дверь у меня сухая сегодня баню топит все владею не мучайся не надо оторви ее переверни она пойдет сейчас ну нет переверни она не идет здесь не идет мы не надо бросила она высохнет моё в печку сунем или игорь грушкова дадим да вот она где у меня пожалуйста она там высохнет затолкаю в печку русскую печь пойдет мелочь туда а здесь поленицами вот сейчас ты примешься за это вот осталось совсем немного на это у нас набрали на козлики вот сейчас я буду шкурить по силам я раньше колол а после операции на позвоночнике нельзя содрогание идет содрогание я не могу разогнуться вот посмотри сюда смотри молодец чтобы черешком ты не ударил вот когда тот бьешь она сразу отломится смотри сколько раз два три четыре пять шесть седьмую начал уже делать здесь под это поделана вон сколько набрали это у нас столбы другого то нет материала вот шкурить работа всегда найдется смотри какие из него два получится столба клен твердое дерево но это березовое там где часто растут взяли сделать что пожалуйста козлики пилить посмотрели он стоит 100 тысяч но это 100 только говорит там больше обойдется мы газель брали завода семьсот тридцать тысяч так это газель а это ничего нет движется только так у него свой трактор стоимость трактора еще не берет трактора то не было она бы так не давила давит с такой страшной силой если поперек положить она поперек передавит шлангах бульдозер все поднимает давление которое идет по шлангам а эти то продают электроматур и поэтому они самого такая вот это щурка это для них вот она прямой слой он довернул раскололась она разъехалась это нет вот он поставил смотри что вот выраю ну и сколько ему раз надо видишь это сычковатый сычок а игры сколько-то надо щурок заводить так как раз и выключать притом у него орудие смертельно опасное смертельно я вчера несколько раз стоял содрогался буквально вот на восходе солнце все солнце только-только-только взошло мы уже работаем позавтракали помолились побеседовали посчитали и слово божие с интернетом расправились я на интернет уходит около двух часов утром ответы все давай целиком все-таки чувствуется да плюс есть конечно когда такие шульки хорошие такие небольшие да сычковатым уже сложнее что-то единственное как вот игнать что можешь сломать вот это место или руку от 6 это другие полиции на сразу убирать а так работает построили со мной это раз в десять наверное быстрее все начну своим колоннам бить это целенаправленно молился вот так вот туман рассеивается понемногу пес наш на солнышке там лагерь в тумане вон там где-то в тумане за и под этими деревьями закрыл вы такого постановления не было ничего это брехня по-другому не назовешь я просто все рассудил и капитуляция сразу распустил обслугу все передал в деревне имущество строение что там есть туда столбы еще может окну там принимать гостей может быть деревне на крещение когда много людей приезжает вот такое дело никто не закрывал роспотребнадзор подали за нарушение там у кастрюльки отбитая эмаль была анетаса разделочная доска озеро не такое то есть это что-то было где-то и суд не удовлетворил копейки они не выработали не взяли на высшую инстанцию они не подали и на этом все закончилось зарецкая судья я спустя полгода с ней встретился я говорю ну как вы разобрались то в этом видите как когда я узнаю люди доброе делать я стараюсь отблагодарить я всю зиму дрындил там у нас юрист свой он знает мне встреча с ней нужно я хочу отблагодарить ее это за взятку не идет книги подарить книги книги которые библиотеки и ленина у путина в библиотеке видели наконец к ней мы попали я увидел ее и поговорили и она этот процесс помнит все и я говорю книги за взятку не считаются раз а во-вторых когда все кончилось чтобы я ходил то это взятка для того чтобы что-то взять а это полгода спустя я хочу поблагодарить да это так это ну очень очень тронуто было но она торопилась в ней заседание было видимо судебная и она начала надевать посидели минут там 15 татьяна звать вот и все и мы я ее не знал никогда и она вырешила что требования к лапкину несправедливые лагерь на 19 лет раньше возник и пришел тут община они на общину хотели наложить ну и все мы сразу лагерь я расформировал как начальник его его нету лагеря и все а теперь лагерь прикрыли выявили ничего не прикрывали нету повторяя это обман как тут же пишет лапкин был баптистом ни одного дня не был никогда и во всей природе никто не был не то чтобы баптисты плохие я отрекаюсь а просто не были мы старообрядческой беспоповской киржатской семьи имели страх божий и я знал что вне православия спасения нет как нас так научили но не было священца в церкви мы находимся православной церкви признаем благодать московского патриархии людей я говорю не каноническое ее обоснование в сорок третьем году в сентябре когда сталин вызвал трех архиереев и образовал патриархию ну это да легитимность прервана была но это не о благодати речь идет а а при юридической стороне вытворяет вот такая наша жизнь такая работа все слава христу